Удобрение или ядовитое вещество? Действительно ли опасен птичий помёт, выброшенный на полях неподалёку от Херсона, пока точно неизвестно. Результатов исследований грунта всё ещё нет, но мы выяснили, что помёт активно используют фермеры в качестве удобрения. Так кто же сгрузил тонны отходов, от запаха которых несколько дней страдают жители города и соседних сёл, пыталась выяснить Марина Михайловская. Сёла Музыковка, Чернобаевка и Восточная отделяют друг от друга от Херсона десятки километров, но сейчас у них общая проблема – вонь. Люди жалуются, который день подряд. Источник – куча птичьего помёта. Почему они просто непогашенный помёт высыпали, это для меня загадка. Никакой плодородной почвы, да, он ничего не даст плодородию. То есть это убьёт землю, больше, ну, вот этот аммиак при попадании с влагой, он будет опускаться в грунтовые воды. После шума, который поднялся в интернете, на место происшествия съехались чиновники, экологи и представители прочих служб. Пока ходили-разбирались, КАМАЗ привёз очередную порцию помёта. Когда мы ехали сюда, нами были замечены транспортные засобы КАМАЗы, которые в данный момент сгружали куриный последствий. Уданося затримать лишь один транспортный засоб. Машину остановили. Водитель признался, привёз куриный помёт с соседней птицефабрики. Птицефабрика Чернобаевская специализируется на производстве куриных яиц. Это филиал агрохолдинга «Авангард» в Херсонской области. Сразу после скандала на сайте холдинга появилось опровержение, мол, птицефабрика не имеет никакого отношения к выгруженным кучам помёта и соблюдает закон о защите окружающей среды. На самой же птицефабрике рассказывают, больше половины отходов перерабатывают на заводе по производству биогаза. Остальное продают фермерам как удобрение. И признают, помёт в селе Музыковка их, но на поля его не вывозили. Наш помёт, мы не отказываемся от него и никогда такой вопрос не поднимали. Помёт, есть заключенный договор с фермерскими хозяйствами. Есть договора, в которых определено, что они, забирая навоз, получают инструкцию по его внесению и, соответственно, занимаются, уже дальше несут ответственность. Злополучные поля в районе села Музыковка обрабатывает фермерское хозяйство Сапфир Агра. Это одно из предприятий, с которым птицефабрика заключила договор на поставку помёта. Мы хотели выяснить, так ли это, и приехали по адресу регистрации. Вот в этот частный дом. Но к нам никто не вышел. В Музыковском сельсовете ситуацию на камеру комментировать отказались. Лишь сообщили, фермеры действительно пользуются народным способом удобрения почвы. Насколько он безопасен, теперь выясняют экологи и госпотребслужба. Пока получены результаты исследований воздуха. Их предоставил местный гидрометцентр. Загрязнений биологического характера не выявлено. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности, телеканал Интер, Херсонская область.